Торговую сессию в пятницу американские трейдеры начали с возобновлением покупок доллара США. Поддержку американской валюте предоставила и макроэкономическая статистика из США. График USDX пробил уровень 96.00 и обновил максимумы. Так, согласно официальным данным, годовая инфляция в стране составила 2,9%, совпав с предыдущим значением. В месячном эквиваленте показатель вырос на 0,2% после июньского подъема на 0,1%. Базовый показатель, который не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, за год ускорился с 2,3% до 2,4%, а за месяц продемонстрировал стабильный рост на уровне 0,2%. Тем временем Канада также поспешила предоставить сильные данные. Так, к примеру, в прошлом месяце занятых в стране стало больше на 54 100 человек, после предыдущего роста на 31 800. Эксперты и вовсе предполагали увеличение на 17 000 граждан. Уровень безработицы в Канаде сократился с 6% до 5,8%, чего не ожидали экономисты, предполагая, что безработица останется прежней. Публикация данных оказала поддержку канадскому доллару, американские торги график доллар-кат начал уровня 1,3120, но вскоре откатился к отметке 1,3080. Тем не менее котировка пары осталась вблизи максимальных позиций. Также стоит обратить внимание на популярную на рынке Форекс пару евро-доллар, которая завершила европейские торги значительным снижением. Курс евро против доллара США потерял около 1%, опустившись ниже позиции 1,1420. Евро значительно ослаб на фоне политической неопределенности в Турции и девальвации лиры, что может вызвать ряд рисков некоторым крупным банкам еврозоны. Следующая торговая неделя будет насыщена макроэкономическими событиями. Однако участники рынка в первую очередь будут следить за развитием политических событий в мире. Поэтому велика вероятность, что доллар США продолжит демонстрировать рост по отношению к своим конкурентам.